Ты устал от постоянных конфликтов дома и на работе? У меня есть кое-что специально для тебя. Ещё один конфликт. Звёздный конфликт. Снова игра Star Conflict. Представь, что было бы, если бы танки строили в космосе. Стой, что ты там себе представляешь? Опять думаешь о своих танковых шутерах? Забудь о них. Хватит жить прошлым. Надо жить будущим. А в будущем люди будут сражаться в космосе. Поэтому готовься уже сейчас. У нас тут целая куча боевых космических кораблей. От снайперов и разведчиков до гигантских эсминцев. Выбирай корабль на свой вкус и... Стой. Стой, что ты... Зачем ты лежишь корабль? Не надо пробовать его на вкус. Ведь и так понятно, что у него вкус, могущество и разрушение. А помимо обычных сессионных пвп, тебя ждут рейды на боссов и полёты в открытом космосе с полной свободой действий. Например, ты можешь летать к центру вселенной и узнать самую главную тайну мироздания. Я создатель всего. Ну вот, мы тебе рассказали, что в центре вселенной, поэтому занимайся чем-нибудь другим в этой игре. Например, мочи другие кланы и захватывай их территории. Как видишь, дело там куча. Скорее регистрируйся в Star Conflict по ссылке в описании и получишь отличный бонус. Всем хай! С вами Юджин. И сегодня мы продолжаем с вами играть в Субдотика. Помнится, я хотел в этой серии построить фермы. И такой захожу в Steam и бац, Субдотик снова обновляется. И это обновление называется Crash Sequence Update. И в принципе тут ничего нового, кроме как сцена, которую мы уже с вами, кстати, видели в предыдущей серии. Сцена крушения Авроры. То есть, когда мы садим в Симину спасательную шлюпку и падаем. В этом обновлении эту сцену чуть-чуть улучшили. Сделали ее покрасивше и так далее. Ну и еще кое-что там добавили. Для всех, кто пишет комменты. Евгений, включи! Включи русские субтитры! Русский язык включи! Нате вам! Нате вам, сраный русский! Вот он! Довольны? Как будто это что-то поменяет. Пофигу, давайте начнем новую игру. Мне все равно времени дофига. Буду сидеть здесь часа три. Пока буду наверстывать упущенное. The roof. The roof. The roof is on fire. Хватит музон сочинять на своей драм-машине. Тушить пожар надо! Смотрите, огнетушитель! Давай, туши! Пш-пш-пш-пш-пш! Как? А, вот, на правую кнопку надо тушить. Пш-пш-пш-пш-пш! Блин, ну и дискотека здесь была клевая. Короче, когда пожар, видимо, мы... Что это? Что это? Что это? А, мы свой планшет... Молодец, что не сдох, можно так сказать, так перевести. Как ее заткнуть? Отлично, смотрите, ну это, в принципе, интерфейса пообновляли немножечко. У нас есть огнетушитель по умолчанию. И, кстати, это радио, как я прочитал на сайте, оно будет дальше использоваться для того, чтобы раскрывать историю, которую разработчики планируют внести в Сабнатику. История, это хорошо, здесь есть сигнал и ракета, раз, два, фильтрованная вода с Сабы возьмем, питательный блок. Вот это что-то интересное, питательный блок. Дальше, вот это, теперь открывается, и не просто декорация, а еще изготовитель аптечек. И мы берем аптечку, я прочитал, что раз в 30 минут испаунится одна новая аптечка. Мы в другом месте, вы представляете? А-а-а, ха-ха, теперь шлюпка спаунится рандомно. Раньше мы все время где-то вот здесь испаунились, а теперь вы, вот мы в заднице, и я вижу что-то там такое странное. Давайте сразу туда поплывем. О, блин, что это такое, прыгает тут? О, это круто, это еще одна спасательная шлюпка. Мои коллеги сдохли. Мне повезло, единственное, кто выжил, это я. Great job not dying, бич. Мы не можем забрать тихо огнетушитель. И здесь фабрикатор, интересно, мы сможем его с помощью билдера... А, мы можем вот так просто проходить сквозь. Вот эти баганые кусочки. Я же помню, что там острова такие торчащие, как до Мактуха. А, вот смотрите, я уже вижу очертания благодаря багу воды. Да, вон остров. Там строение какое-то. И невидимый остров из-за тумана. Они молодцы, что сделали вот так вот. Посмотрите, они из-за того, что прогрузка очень портила впечатление от появления острова, они сделали туманную область. И туман потихоньку рассеивается. Это очень правильное решение, я считаю. И я помню, что разработчики Сайлент Хилл еще первой части сделали такую же тему. Этот туман, по идее, появился случайно. То есть, они просто хотели скрыть баг. Не баг, а недостаток движка. Иначе бегать по городу было не очень круто из-за того, что прогружаются постоянно дома. А так из-за тумана это красиво смотрится. Это постройка, это какой-то дом. Прикольно, теперь Аврора за дымкой так немного скрывается. Где пляж? Я хочу забраться. И это, кстати, не остров Ктулху. Это просто плавающий остров. Ну и, разумеется, ребятам нужно сделать так, чтобы вот я вот не мог спокойно плавать здесь. Нужно добавить каких-нибудь тварей, которые живут и выискивают добычу. То есть, прикольно, вот такой ты плывешь и видишь всяких других животных, которые, или рыб, которые плавают на поверхности. И бац, огромные рыбины снизу такие всплывают и сжирают их. Есть пляж, мы нашли. Да, твари. Ребята, это же жесть. Я вижу. Вон она, постройка. Их надо туда. Уйдите от меня. Почему здесь так много? А их можно приручить, интересно? Вот здесь мы сможем забраться, я думаю. Давай, 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 давай. Ух ты, здесь и материалы есть, которые мне нужны. Хватай. Опа. Опа. Взрыв. А я не могу посмотреть. Быстрей. На начало шоу успел? Где? Но не совсем. Все просрал. Ау. Кто? А. А, оранжевый гриб. Это все можно будет добывать. Че я не сделал нож? Вот я поторопился и попер сюда просто так. Вот я подобрал розовый гриб. И я могу его выбросить или посадить. Мне кажется, мы сможем его посадить. Не зря он зелененьким помечен. Наберем грибов себе. О, вот эта штука интересная. Что это? А, просто соль. Эй, брат луны, а ну помоги мне. Да, а че тебе нужно? Ну не знаю, используй гравитацию свою. Примагните меня и подкинь, чтобы я там оказался. Мне просто пофиг. Отвали. Черт, от тебя никакой пользы. Гений. А, я могу тебя примагнитить. Нет, спасибо. Ты мне не нужен. Но почему? Ты разве не чувствуешь, как я магничу тебя? Все сильнее и сильнее. Нет, отвали от меня. Уйди в жопу, луна. Ммм, в жопу. Черт, я упал. Так тебе и надо, шалунишка. Черт, он запорол мне все. Придется заново подниматься. Опа, смотрите, еще одна база. Их тут две. Они выглядят прям заброшенными. Ааа, как круто. Оп, оп, подкинуло. Как так? Как это? Ууу. Мне нравится, меня подбрасывает. Хочу на крышу. Оп. И посмотрите, как много островов. Раз, два, три, четыре, пять. И вот о чем я говорил, тайна. Мы теперь понимаем, что очень много лет назад кто-то здесь жил до нас. Возможно, компания, которая занималась, не знаю, поставкой грузов. Я не знаю, чем мы там на Вроре занимались. Я ничего не делал, я просто убирал каюты капитана. Да, я уборщик. Возможно, эту планету уже пытались колонизировать однажды. И ящик просто дрожит, но хочет мне что-то сказать. На, попей, женек. Вот, спасибо. А здесь мы видим ферба. Давайте жрать плоды. Висящие плоды. О, немного места занимает. Оранжевый гриб. Давайте я один дроплю. Как дроплю? Drop it like it's hot. Все, остальное мы не можем взять. Мне нужно на ту горку, потому что там тоже будет что-то интересное. Плоды можно хавать? О, они съедобные. Вот для чего мы будем выращивать это все. Чтобы кормить себя, чтобы не постоянно ловить рыбу одну. А, это хорошо. Возможно, нужно будет прийти сюда со сканером. Теперь давайте поднимемся на ту горку. Посмотрим, что там есть. И вернемся к себе в шлюпку. О, огромнейшая база. Ни хрена себе. Тайна на тайне. Здесь просто таинственность в квадрате. Давайте спрыгнем отсюда. Надеюсь, они не сделали так, что гравитация коцает. Нет, не сделали. Паука срана. Еще одна ферма. Инвентарь полон. Но я хочу взять эти плоды. Потом возьмем. А это что такое? Планшет лежит. Хватать. Я Паль Торджелжин. Какие странные имена в будущем. А, а, а. Все. Исполнительный директор Торгальян Корпорейшн. Моя... А, мы построили базу, используя материалы из корабля. Мы выжили за счет выращивания растений мест флора. Поручение, которое я дал моему сыну, уже дало плоды. Он вырастил достаточное продовольствие, чтобы мы могли продержаться месяц. Теперь я опасаюсь за нашу безопасность. Наемница, которую я нанял для путешествия, Майда, все чаще беспокоит меня, так как потерял своего напарника при аварии. Она настаивает, чтобы мы покинули это место и основали базу под водой. Мы сможем найти базу под водой. Пожалуйста, приходите к нам. Подождите, как они выжили? На каком корабле они сломались? Неужели на моем же тоже? Это не реал. Иначе бы, ну, время-то прошло всего лишь пару часов. Это очень круто. Вот это меня провоцирует теперь искать что-то, куда-то плавать. Я хочу найти их подводную базу, я уверен, она где-то есть. Возможно, где-то здесь. И почему они решили уйти под воду? Давайте откроем планшет, узнаем всю правду еще раз, потому что я не все прочитал. Директор такой-то корпорации, моя команда и я высадили здесь 5 недель назад. Подождите, ну, непонятно какая дата. 102 дня назад. 7 лет и 102 дня назад. Вот сколько эта база здесь стоит. Наш корабль был поражен снарядом неизвестного происхождения. Осталось трое из нас. И тут мой мозг взрывается. Помните фильм о звездный десант, когда жуки-турели стреляли в космос каким-то хренью, плазмой какой-то и подбивали корабли? Хорошо, мы придем к ним обязательно. 7 лет здесь была уже аварийная посадка. Здесь всего 3 базы, они построили их здесь. Вот эти 2, чтобы смотреть. А вот кто выжил еще, наверное. Пурпурный погремок пурпурный мы взяли. И здрасте, я к вам. Оп, здесь тоже подкидывает, осторожней. Везде фермы, вот где мы сможем найти, как их делать. А, 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 кабинет. Смотрительная вышка, он сюда смотрел. А тот смотрел в ту сторону, получается. Но, к сожалению, здесь нету ничего. Ладно, прыгаем. И поплыли домой. Ах, кайф, освежает. Ну, теперь сюда нужно будет вернуться со сканером и прочим барахлом. Сейчас сделаю монтажную склейку волшебную. Ага. Так, я себе сделал небольшую базу. Посмотрите, оказывается, можно крафтить этот коммуникатор. И давайте нажмем И. А, нет, это чтобы его разобрать. Сори. Вы были внизу морской тимы слишком долго. О, разве вы не видите, что я имею в виду? Это автоматический сигнал бедствия от спасательной капсулы Аврора-17. Координаты прилагаются. Пожалуйста, отправьте немедленно спасательную команду. Посмотрите, как интересно выглядит лес сталкеров. Он, видите, тут такие вот странные горы появились. Шипы. Почти что. И посмотрите, вот у нас тут есть осколок циклопа. Это считается за изучение. А я такой плаваю, не обращая внимания на это. Вот же еще один, да? Это тоже осколок циклопа. Не осколок, а обломок циклопа. Да. И нам нужен всего лишь еще один. У нас будет чертеж циклопа. А давайте попробуем изучить вот это. Интересно получится? Чужая шлюпка. LifePod номер 3. А у нас какой номер, интересно? И вот что прикольно. Можно фрагменты, которые тебе уже не нужны для изучения мотылька. Ты просто из них ресурсы получаешь. У нас шлюпка номер 5. Жалко, что в той шлюпке нету трупов. Как вам форма моей базы? А? Нравится? Нет? Нет, правильно, полное дерьмо. Но, видите, эта комната двухэтажная. Я специально сделал ее, чтобы построить огромный аквариум. Вот он стоит, огромный аквариум. Классный. И я все равно не могу туда ничего положить. Я не понимаю, как это делать. Мне это бесит. Я по-прежнему не нашел фрагментов для батареи. Соответственно, я не могу генерировать энергию. Поэтому все крафчу тут. Хочу мотылек себе скрафтить. Мне, в принципе, есть все для этого. Пойдемте, титаниума заберем из ящиков. Я какой-то тупой путь себе сделал. Зайти сюда, подняться здесь. А, можно было и тут зайти просто. Sorry. Я не успеваю привыкать к своим базам. Потому что, блин, ну вы понимаете. Каждый раз выходит обновление, и все запарывает мне в итоге. Значит так, две батареи. Батареи, титаниевый слиток. Почему-то их три в итоге. И энергоячейка называется. Power Cell. Мне нравились названия на английском. Почему-то мне их удобнее произносить. Смотрите. Там просто этот источник термальный. Где-то там, вот вдалеке. А, нет, вот он, он здесь прям. Ну что? Мотылек. Симот это ведь мотылек? Разве? Нет, Симот это морской мотылек больше, да? Вон он упал. Спасибо, ребят. Это мои рабы бесплатные. Так, ты где? Вот ты где. А, здрасте, здрасте, здрасте. Давайте хавки себе наберем. И с первыми лучами солнца мы отправимся на остров и поизучаем фермы. Сегодня мы их с вами построим. По-любому. Как ты меня впадал ждать, пока рассветет? Давайте поплыли сразу. Конечно, обидно, что баг такой есть. Видите, вот эти базы древние, они видны еще с моей шлюпки. Слишком палевно. А это что за раз, два? Что это за точки белые? Что они значат? Без понятия, за объемное это дело страшно. А вот и мы и приплыли. Тормози, тормози, тормози. Опа, все. Здрасте, паучки. Привет, Джанюк, рад тебя видеть. Я тоже рад вас видеть. О, позор мне, делай вид, что меня здесь кто-то любит. Я так одинок. Давайте все изучать. Изучайся. Отлично, розовый цветок. Луковичное дерево, посмотрите, как оно сочится. Из него можно пить, я думаю. Скорее всего, оно будет мне делать воду. И еще розовый гриб. Такой ты маленький. Пурпурный гриб изучен. Что мы еще здесь не изучили? Вот еще пурпурный вазник. И оранжевый гриб. Давайте его срежем. Ать, семена пурпурного вазника. Мне надо по одному, мне кажется, все. Иначе инвентарь полностью заполнится и отстой будет полный. Поползли наверх. Окей, здрасте. Я здесь. Что это? Фрагмент обсерватории. Сейчас мы изучим обсерваторию. А, получается, всего два фрагмента, а мне нужно три. А, нет, мы открыли. Внутренняя грядка. Вот как все просто. И, кстати, заметили, да, что ступеньки идеально новые? Сразу видно качество. Вот на ступеньке они не скупились, качественные купили. Ох, блин, мы тут поизучаем. И вот туда надо сходить. Привет, привет, привет. И еще одни. Мраморная дыня. Изучена. А клумба сама изучена. И горшок, а горшок для растений. Вот, мы изучаем. Стул. Мы теперь стул изучаем. Будем сидеть, как босс. Стул и стол. Как это можно будет применить? Мы поставим стакком и будем писать, что на ютсплее. Чтобы пиперы и рыбоводы подписывались. Смотрели, угорали, лайки ставили, все дела. И вот эту базу надо изучить. Тут наверняка что-то есть полезное. Смотрите. Этот ящик, я его видел? Оп, смотрите. Живая стена. А, ящик с припасами. Видимо, я уже... А, лестница. Мы ее не использовали, сюда не заходили. Здесь ничего нет. А это что? Что-то можно было изучить. А, тебя, тварюга. Или что-то... Скамеечка. Скамеечка, а мы можем ее делать? А мы ее делать не можем. Ее надо изучить как-то. Стоп, опять можно было что-то. Прожектор. Где? Невидимый прожектор, видимо. Видимо, невидимый. Ох, тут куча всего будет. Стоп, использовать лестницу мы не можем изучить. Жалко. Скамейку никак нельзя изучить отсюда. О, оранжелестник тоже что-то новенькое. Надо срезать будет образец. Есть. Луковичное дерево. У нас есть такой фрагмент? Нет, вот луковичное дерево. Да. Я чувствую себя хорошо и доволен. Мы добыли знания, технологии. Теперь я хочу найти их базу, которая находится вот там вот внизу. Нет, сначала мы сплаваем на другой остров какой-нибудь. Вернемся домой, все сложим. Может быть, даже что-то скрафтим. Смотрите, какой красивый ландшафт здесь. Очень жутко. Биореактор. Я не знаю, что это такое. Это, видимо, какой-то генератор энергии особый. А вот еще один, может быть, тоже будет биореактор. Есть. Чертеж биореактора. Давайте посмотрим, что он дает. Компенсирует растительную материю в энергию. Уверен, это будет круто. Давайте попробуем это сделать. Мы, получается, должны будем его возле растений ставить? Возле наших ферм? Я не знаю. Нам нужна смазка. А значит, придется добыть семян. Смотрите. Фрагмент циклопа плавает. Есть. Циклоп наш. Попробуем построить эту штуку. Где она? Биореактор. Он ставится на фаундейшене. Да, я правильно понимаю? Вот так. Как понять, заработал он или нет? Темный, мрачный весь. Странный. Видимо, текстуры на нем еще нет. Энергия ноль. А как сделать так, чтобы он... Стоп. А, космопорт. Значит, образец водоросли нужен. Образец гри... А-а-а-а. Нам нужно будет просто кормить его грибами и водорослями. Попробуем поизучать гриб. Я не знаю, вроде я же их изучал. Хорошо, добавлена запись. Гриб. Ммм. Что-то не сработало. Я не знаю, где надо искать образцы. Хорошо, давайте живую стенку замутим. А-а-а. А где мы здесь? Давайте вот здесь прям сделаем. Красиво. Нужен титаниум. Вот. Стало гораздо уютнее, да? Что еще мы можем сделать? Грядка. Пусть здесь будет. Мы можем поставить сюда вот это. Вот это. Вот это. И, по-моему, у меня что-то там еще есть. Вот. Посадить семена. Все должно расти. О, растет. Да как быстро. Хорошо, давайте еще горшочек рядом поставим. В нем пусть растут грибочки. Разные грибочки пусть растут. Вот такие вот. Хорошо, я подобрал грибок. И он будет. А-а-а. Какой толк от них? Они снова будут расти или нет? Я не понимаю. Я фиг знаю. Давайте попробуем еще грибов посадить здесь. На большой грядке. И пусть растут вместе с этими деревьями большими. А вот это семечко просто сожрем. Вот растут и грибы, и деревья. Теперь я фермер. Вот я построил. Видите, как я обещал. Все, отвалите от меня. Ах, хорошо. Мы сделали много всего интересного. Теперь давайте плыть в новое место. Вот там, значит, остров. И вот. Поплыли туда. Мы приплыли в рельех. Нет. Я забыл, что возле рельеха всегда обитают твари. О, фрагмент. Тераформер. Где еще терраформер? Какая штучка. Нет, 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 нет. Кусаки. На. Фрагмент модификационной станции мотылька. Это полезно. Мне нужно еще два таких найти. Вот, сразу два фрагмента. Фрагменты. Чтобы не напороться на ту рыбка, она плавает прямо рядом. Это терраформер. Есть. Давайте избавимся от рыбы, протаранив ее. Где она? Вон. На. С каким лицом офигевшим. Она скачала от нас. И терраформер 3. Все, терраформер наш. Что еще? Вон там внизу что-то есть. Так, это магнезиум, да? Магнетит какой-то. А, терраформер. Стоп, еще зачем? А, мы из него получим просто металлический фрагмент. Да, я так понимаю, титаниум. Еще ниже. Сплошные фрагменты здесь. Куда? Куда ты покатился? Стоять. Нет, нет, нет. Вышел. Вот целых два фрагмента здесь. Это терраформер. Полный отстой. А, вот второй. Блин, тоже терраформер. А, это пещера. Таинственная здесь есть. Нифига здесь нету. Но мы можем поизучать водоросли. Синяя пальма, например. Тихо, тихо. Блин, только мне никто не напал на меня. Не хочу. И, наверное, нужно ее срезать, да? Получить образец. Хорошо. Образец получен. Пурпуросебельник забрать. Теперь красная воронка. Мне кажется, было бы интереснее, если бы я давал название всему, что я нашел. Представьте, для меня эта планета неизвестная. И я ничего не знаю. И откуда мой сканер может знать, что это такое? Он может просканировать на, там, химические элементы, но вряд ли бы он такой, о, это же это. Ведь никто не знает про эту планету, и никто не вносил ее в базу данных. И это пурпуроветник. Очень много пурпурного в этой планете. Берем образец. Настоящий исследователь. Вот, еще трубочки какие-то. Краснороллер. Взят. Есть. Ой, два взял зачем-то. Нафиг их два. А это пятнолистник. Фрагмент взяли. Что ж, это все? Больше нет новых растений здесь. Ну, как сказать, по-моему, вот это новое. Нет, это все, это все мы взяли. Фух. А, нет, вот. Аккуратно надо поплывать к таким вещам, а то вдруг стрелять будет в меня. Глазастое растение. Целую кучу новых вещей мы с вами нашли. И попка здесь тоже есть. Привет, Евгений. И тебе, здрасте. Отлично, блин, я в какой-то подводной пещере. А, вот, вот выход. Стоп, ну, может, для человека это и выход. А вот мой мотылек, как ему быть. Стоп. А, вот здесь можно. Вот здесь. Нет, нельзя. Сели на мель. Окей, придется возвращаться тем же путем. А я не помню его. А, утонуло. Чучело. Кажется, я отсюда приплыл. Вниз. И вот сюда. Нет, это место мне совсем не знакомо. Но поплыли еще ниже. Как-нибудь выберемся. Вот, все, мы выплыли. Так, что это у нас такое? Это, ага, модуль для мотылька. И еще один. Пожалуйста, модуль. Пожалуйста, модуль. Да. Поплыли отсюда. Давайте чуть-чуть здесь походим, а вдруг что-то здесь интересное растет. Мне кажется, вряд ли здесь есть базы заброшенные, иначе я бы их увидел уже. В таком случае поплыли домой. И я думаю, на этом мы с вами остановимся. В следующей серии мы построим еще больше грядок. Еще больше растений туда посадим. И будем их жрать. Все эти обжираться. За своим столом, сидя на своем стуле. Вот так вот. Такой план. А, и еще обязательно мы найдем базу морскую. Тех, то есть группы, которая высадилась здесь 7 лет назад. Если, конечно, это возможно. Я не знаю, добавили ли это в игру или нет. Но мы постараемся это найти с вами. Будет очень интересно. Залезем на Аврору, посмотрим, что там интересного появилось нового. И так далее. Вот такой вот план. Главное, оставайтесь со мной. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, рассказывайте друзьям. И огромное всем, ребят, спасибо. С вами был Юджин. И петюля. Мокрая петюля. Мокрая, потому что игра подводная. Не... Просто... Короче, давайте петюлю. Вы готовы? Раз, два, три и пять. Субтитры сделал DimaTorzok